Оказывается, Дима никогда не был на море. И Вика хочет осуществить мечту Дмитрия. Дим, выхребнул. Дим, ну, скажи, а правда, вот как так? Да что, по 30 лет, продюсер, накачанный мужчина, а на море никогда не был? Я объясню просто. Я же очень долго служил, не был на море. Вик, а ты, я понимаю, что часто отдыхаешь на морях? Да, я путешествовала достаточно много, я посетила много стран, и я была на разных... Какие страны посетила? Ну, начиная с Африки, это Египет, Тунис, Турция, Болгария, практически всю Европу посетила. А Дима не был абсолютно нигде. Да, ну скажи, с какого моря бы ты посоветовала Диме начать? Ну, Красное море самое красивое, но не самый лучший отдых, скажем так. Вот смотри, ты говоришь, Красное море, мечта такая, да, отвезти Димку. А ты не боишься, что вот такое красивое тело отвезешь на море, и он там потеряется. И там куча девушек будет, которые будут забирать... Вот меня любят, очень сильно любят меня, он говорит, смотри только на меня. Да, я очень люблю Вику, и меня точно никто не заберет. Мы вообще поженимся на лазурном берегу моря, где будет белый песочек, чтобы не было соблазнов. Вот у тебя такие планы, мысли, а Дима что-то глазами вбегала. Вот сейчас, когда только услышал, что поженим, все, он такой, не собирался. Хотел на море попасть, а тут проженит. Если вы проголосуете за мою мечту, то Дима на мне женится. Да, Дима, согласен? Женюсь, женюсь, но просто тут подбивает все очень как-то быстро, резко. Я как бы не готов. 25 уже, а ты куда собрался еще тормозить? Да я был уже. Не станешь ты, ты маленькая, вон, достаточно стыщенок. Итак, ладно, я напоминаю, что приз 5 миллионов малинок за мечту мы все вместе разыграем 4 ноября. В финале конкурса Человек-года. Ну что же.